Этот выпуск у нас для самых начинающих. Кабанов и не кабанов. Толстых и не толстых. Для тех, кто хочет быть лучше, здоровее и красивее. Мне даже жалко, что вы не бежите. Сейчас 7 часов 32 минуты. Я проснулся полчаса назад. Но обычно я уже в это время вышел и побежал. Радикально важно для зарядки вставать без будильника. В принципе погода очень благоприятна. Выходишь, птицы поют, весна, тепло, не холодно. А в мороз, когда минус 10, минус 12, где темно, так выбегать вообще не хочется. Вообще. Я же не робот. Я нормальный человек. Но если удается создать в себе эту привычку, то ты потом без этого не можешь. Не просто, но тебе гораздо легче. Из чего же важно не простудиться во время зарядки. Поэтому надо все правильно одеваться. Если температура есть, то тогда не бежим ничего. Зарядка это такая штука, когда ты не завтракаешь и не едешь. Я поддеваю фарного молока чуть-чуть и побежал. На самом деле сложнее всего сделать вот этих первых два шага. А потом два шага уже сделал, уже все побежал. Уже ты в процессе. Ты знаешь, что ты закончишь через 20 минут, через 5 километров. Дорожка это резиновая баба, резиновый член. Только одна для мужиков, вторая для женщин. С точки зрения кардио, конечно, есть какой-то плюс. Но такой очень сомнительный. Но если это помогает, то, конечно, лучше, чем с бутылкой пива перед телевизором. Ну, безусловно. Надо забывать, что миокард это единственная мышца в организме, которая работает всю человеческую жизнь. Она, конечно, у человека вообще не тренирована, очень слабая. Поэтому у вас сильная надышка. Но она очень быстро приходит в порядок. Она быстро тренируется. Дистанция не имеет значения. Пульс надо такой, чтобы вы умели, могли разговаривать. А это априори будет меньше 140. Если его чекнуть, это можно сделать вот так. За 10 секунд это 23-24 удара. Лучше 22. Вот так. Или здесь. Кто как привык. Сейчас назад я спал и у меня был пульс при этом. У меня 50 ударов, 40 ударов. А сейчас мне надо выйти и, в принципе, побежать с очень-очень легким темпом. Для того, чтобы организм не испугался и завтра опять снова захотел бегать. Чтобы все эффекты были позитивными. Время. 15-20 минут. Даже если ты супер больной, супер кривой, все равно хуже ты не сделаешь. Первое, ты будешь сильно потеть. Но на это не надо обращать внимание. И будет очень медленно. Но буквально это будет выглядеть вот так. Вот так. Ничего страшного. Итак, месяц. Один день жесткий выходной. Воскресенье. Для того, чтобы ваш мозг дожился. Вот если сильно хочется какой-то активности, можно в этот день пойти поплавать. Интересное наблюдение. При том, что я тренируюсь где-то там 3-4 часа в день. У меня начинает падать вес именно тогда, когда я делаю запятки. Простая математика. День не бегаю плюс килограмм. Неделю не бегаю плюс 4 килограмма. Когда бегаю 4 раза в день. Когда не бегаю 1 раз в день. Во мне накапливается дерьмо. Дерьмо в размере 4 килограмм в неделю. Если человек вообще не бегает, значит у него оно уже есть. Оно влияет на всех окружающих. Очень важно, особенно тем, кто начинает делать разминку и заминку после того, как прибежать. Сделать элементарное упражнение. Для того, чтобы потянуть поясницу, бедра, микроножку. Этим вы уберете 70% вероятности всяких травм, которые в принципе на стартовом этапе сильно готовы. А потом травмы, это может быть использовано вашим внутренним голосом для того, чтобы потом не бегать вообще в принципе. Не-не-не, я не побегу. Я спешу на работу, у меня утром было навстречу и я не побегу. Отмазок может быть миллиард. Вот я буду вашей совестью. Я буду оппонировать к вашим отмазкам. Жду ваших отмазок. Мало того, обязуюсь вам, внутренним вашим голосом отвечать на ваши отмазки. Очень важно размять плечевой пояс вот такими круговыми движениями. Когда ты начинаешь, например, бегать, у многих там слабое место, это лишний вес, поясница, колени, надкосницы. Это все может принципиально болеть. Не надо думать, что эти вещи сами собой пройдут. Сам собой только насморк проходит. То есть как только у вас начинает что-то болеть, вам надо найти у кого консультироваться, что делать. Ни в коем случае не бегать через боль и резко снижать нагрузки. Для бега очень важен так называемый корсет. Должны быть хорошие мышцы пресса, косого пресса, спины. Самый сильный враг в этом вопросе это холодная труба. Еще такой appointment, который можно привязать в сознании. Можно попробовать. Один килограмм денег это... Деньги будем взвешивать 100-долларовыми купюрами. Конечно, у всех купюры могут быть разные, но, соответственно, будет все в два раза больше. Ровно килограмм. Ровно килограмм. Ровно килограмм. Вот если бы человек думал, что он, когда теряет один килограмм, получает 100 тысяч долларов США, все бы бегали. Все. Теряете один килограмм, приобретаете 100 тысяч долларов США. Просто все. Total бы был. Total Running Club. Что-что? Три миллиона? Занимайтесь собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова